Все это делается ради памяти муслима. Я думаю, что вы, конечно, здесь все очень молодые, очень приятно. Но я думаю, что, может быть, в каждой из ваших семей были люди, которые держали в своем сердце муслима. Правильно я говорю? Все. Так что каким-то образом, каким-то крылом вы все к нему имеете какое-то отношение. Может быть, я слишком романтизирую нашу встречу. Но мне хотелось бы, чтобы вы, когда вы будете делиться своими впечатлениями от нашей встречи, все-таки это тоже где-то подчеркнули. Потому что в основе всего, как вы догадываетесь, лежит любовь. А теперь непосредственно к конкурсу. Конкурс у нас родился в 2010 году. Это был первый конкурс. Для меня был безумно сложный, потому что трудно было слушать вокальные произведения из репертуара муслима. Безумно трудно. Прошло какое-то время. Я уже научилась. Жизнь научила. И, видимо, муслим разрешил уже, так сказать, вести себя прилично на этих конкурсах. Это шутка в скобках. Значит, конкурс, каждый конкурс, кстати, между прочим, это маленький-маленький юбилей. Конкурс каждый год бывает необычным, по крайней мере для меня. Ну, каждые два года. Значит, поначалу это всё было очень робко. И те люди, первые, которые были первопроходцами в этом конкурсе, участники, они, конечно, были смелые люди. Затем появились люди, которые поверили в этот конкурс. И потом самое интересное и самое неожиданное для меня было то, что появились в конкурсе участники женщины. И очень активно стали участвовать до такой степени, что в прошлом конкурсе два года тому назад гран-при, по-моему, девушка взяла, да? Да, получила женщина. Я думаю, что это открыло дорогу тем самым участникам, которые принимают в этом году участие. Вы знаете, сколько женщин подали заявки? Должна сказать, что заявок было очень много. Надо было их всех прослушать, надо было отобрать лучших из лучших, и поэтому это была очень трудная работа. Прежде всего, надо было разглядеть какой-то потенциал на самых-самых. Ну, я не знаю, как это удалось, не удалось. Вы сами, я вас приглашаю, кстати, на конкурс, вы сами поймёте, насколько трудно разобраться в таком огромном букете дарований. А дарование действительно есть. И что самое интересное, что страны, которые подают заявки, всё расширяются и расширяются. Можно сказать, от Китая до Израиля, от Молдовы до Канады. То есть я вот сейчас представляю себе земной шар. Вот так вот приблизительно. И конкурс взял и охватил участников. Самое интересное, что, конечно, мужчинам, проще, репертуар понятен. Это можно всё взять на вооружение из репертуара муслима. С женщинами дело обстоит посложнее. Но они тоже каким-то образом из этой ситуации выходят и предлагают всё новые и новые варианты. Они расширяют репертуар конкурса муслима. Поэтому я им тоже за это очень благодарна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова